Здравствуйте, дорогие читатели! Захар Прилепин – российский писатель, филолог, публицист, пропагандист, политический, общественный и военный деятель. Книга Захара Прилепина «Истории из легкой и мгновенной жизни» автобиографична. В предисловии автор пишет «Эта книжка по большей части про меня самого. Мне порой разные досужные люди задают вопрос «Кто я такой? Что я знаю? Где я был? Что я видел?» Пришло время подробно на них ответить. Заодно здесь и о детях тоже, и о прочей родне, о том, как я отношусь к самым важным вещам и какие вещи считаю самыми важными. Предлагаем прослушать фрагмент из главы «Несколько неважных слов в течение дня», в которой Захар Прилепин размышляет о роли отца в семействе и делится своим опытом в общении с детьми. Хорошие родители – это счастливые родители, а хороший отец – это счастливый отец. Дети будут любить любого отца, ну или почти любого. Вырастут и простят, и вспыльчивость, и пристрастие к горячительным напиткам, и долгие пропадания в неведомых командировках, потому что отец. Улыбчивый и спокойный отец – самая большая опора и надежда для ребенка. Получив улыбчивое и спокойное детство рядом с таким отцом, ребенок на этом топливе проедет еще десяток-другой лет, если не всю жизнь. Недополучив этого, будет сам ломаться, тормозить, съезжать в кюветы и там подолгу стоять ржавея, думать, а чего так? А из-за того, что отец был поломан. И по этому образцу он невольно построил себя. Если ты, отец, недоволен своим местом на этой земле, сделай так, чтобы твой ребенок этого не знал. Постарайся хотя бы. К чему детям твои душевные метания, страсти, вся твоя бытийная суета? Наверное, отец должен научить ребенка чему-то такому, чего не может никто, ведь папа может все, что угодно. К несчастью, у меня нет или почти нет таких навыков. То, чем я зарабатываю на жизнь, это не преподается. Только чудаки думают, что можно научить быть писателем или хотя бы журналистом. В итоге я просто живу, стараюсь быть рядом с детьми как можно чаще и никогда ничему не учить их, пока они сами об этом не попросят. Лучшего воспитателя, чем любовь, не бывает. Поэтому все у нас обстоит так. Я сейчас живу в деревне на берегу реки. Со мной четыре ребенка. Наша мама отдыхает от нас и правильно делает. В семь утра просыпается самая малая. Она кричит, папа, я встала! Иди ко мне! Зову ее с первого этажа. Я уже проснулся и пью чай сам на кухне. Надо не забыть спрятать шоколад, а то они его немедленно сожрут. Она умывается, я ее расчесываю, насыпаю их хлопьев в молоко. Потом мы идем с двумя нашими собаками к реке, поить их. Собаки – шмель, огромный сербернар и Зоя – бассетхаунд. Они счастливы. В девять утра просыпается вторая дочка. Она может приготовить себе завтрак сама. Ее задача – подмести крыльцо, почистить и расставить всю обувь, убрать вольер, расчесать и протереть глаза собакам. Потом они уходят вчетвером – две девочки и две собаки – гулять в лес. Часа на полтора. Часам к десяти просыпаются пацаны. И, допустим, завтракают макаронами с сыром и овощами. Папа позаботился, накрыл на стол. Кровати за собой они убрали, теперь должны помыть за всеми посуду. Когда девочки вернутся, дам поручение сыновьям. Еще час-полтора погулять с младшей девочкой. Она должна нагуляться перед дневным сном. В час я ее кормлю кашей, и мы идем с ней читать. Книжку она выбирает сама. Книжек у нас несколько сот. Книги есть во всех комнатах нашего дома. Она уже умеет читать сама. Но у нас есть еще один год, когда папа и мама читают ей вслух. Если и есть какое-то другое воспитание, помимо родительского примера, то вот – чтение вслух. В книгах есть все, что мы, суетливые взрослые люди, пытаемся поспешно формулировать. Я отдыхаю от работы, когда я готовлю. Готовлю я быстрые и примитивные блюда. В обед, допустим, пюре и зверски зажаренная свинина с луком, под сыром и помидорами. Обедаем мы все вместе, за большим столом, после дневного сна младшей. Сыновья приходят со своего вечного футбола, потные и задорные. Дело сыновей – после обеда собрать и вынести мусор. Сходить в соседнюю деревню за продуктами, если они кончились. Та деревня в двух километрах от нашей. Они возвращаются и разбирают продукты, расставляя их в холодильнике. После этого мы можем сыграть несколько партий в шахматы. Младшая в это время рисует. Или сходить искупаться. Все дети по очереди присматривают за младшей. У меня нет никакой уверенности, что я хороший отец. Девять десятых работы по воспитанию наших детей – заслуга моей жены. Но я точно отец, и в этом у меня нет никаких сомнений. Спасибо за внимание.